Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационно-просветительская передача «Свет миру». В первое воскресенье лета состоялось торжественное архиерейское богослужение в Кафедральном соборе города Липецка на праздник Пятидесятницы. Подробнее об этом и других событиях недели смотрите в рубрике «Епархиальные вести». Воскресенье 4 июня в Христорождественском соборе города Липецка состоялось торжественное архиерейское богослужение в честь двунадесятого праздника Пятидесятницы. Литургию совершил высокопреосвященнейший Никон митрополит Липецкий и Задонский в сослужении преосвященнейшего Ефимия епископа Усманского, духовенства собора и епархии. ПЕСНЯ ПИСНЯ ПЕСНЯ ПЕСНЯ Каждый год на этом празднике необычайно живописное убранство храма вызывает чувство неподдельной душевной радости. В ветви молодых берез, полевые травы и цветы напоминают о Дубраве, в которой Господь явился праотцу Аврааму в виде трех ангелов. По традиции сразу после литургии началась Великая Вечерня, за которой собравшиеся священнослужители и миряне прославляли новое откровение Святой Троицы Миру через сошествие Святого Духа на апостолов и основание Православной Церкови. ПЕСНЯ После пения стихир за этим богослужением все священнослужители и миряне становятся на колени и читаются особые молитвы о Церкви, о спасении всех верных и упокоении усопших. Калина преклоненными молитвами завершается после пасхальный период, во время которого в храмах не совершаются земные поклоны. По доброй традиции архиерейское богослужение завершилось отеческим наставлением архипастеря-прихожанам. Господь завечал апостолам Духа Святаго, пошлю на вас. Поэтому и день мы называем днем Пресвятой Троицы, потому что явилось третье лицо Пресвятой Троицы Святый Дух. И апостолы, укрепляемые Духом, претерпевали и страдания, и мучения, и гонения, всю ту злобу, которую дьявол вложил в других, чтобы не дать возможности распространить учение Христово. Человек, уверовавший во Христа и принявший Христа, становится также сопричастник Святаго Духа. Не только, как в Ветхом Завете Пророка были носители Духа, но и каждый из нас является носителем этого Духа. Хочу пожелать в этот праздник, чтобы мы с вами, по слову апостола Павла, Духа не ухажали, не Духа Святаго, а своей собственной души, того стремления, искания Бога, потому что жизнь наша идет своим чередом. Мы должны исполнять свои обязанности в этой жизни, в семье, работе, в обществе, но внутренняя наша обязанность, которую никто не может ее отнять, это как раз искание Бога, стремление к Богу, стремление стать сопричастником Святого Духа. Святой Дух, сошедший на первых учеников Христовых в 50-й день по воскресении Спасителя, непрерывно действует в Православной Церкви до настоящего времени. Желаем всем верующим, принявшим ту же благодать Божию в таинствах крещения и миропомазания, ревностно хранить ее в своей душе. В пятницу 2 июня состоялось торжественное богослужение на престольный праздник домового храма в честь святителя Алексея, митрополита Московского, в Липецком епархиальном управлении. Литургию совершили преподаватели кафедры теологии Липецкого государственного педагогического университета, настоятель храма Протеерий Олег Безруких и иеромонах Гавриил Мельников. Священнослужителям оказывали посильную помощь другие преподаватели и студенты кафедры, исполняя песнопения и помогая в алтаре. ПЕСНЯ 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 В день, когда чтится обрядение мощей святого митрополита Алексея, для соборного моления и причащения святых христовых тайн, в храме собралось множество прихожан, большую часть которых составляют сотрудники различных отделов епархиального управления. ГОВОРИТ ПЕСНЯ Работники управления епархиального, они вот этой святыней, они укрепляются, получают мудрость, и мудрость, потому что трудно очень работать вот в таком высшем церковном управлении, потому что много искушений и злые силы, силы зла, Они недовольны нашей деятельностью, они пытаются как-то мешать тем коллективам, которые работают во славу Бога, и храм необходим. И он сплачивает коллектив. То есть, когда коллектив в храме вместе молится, это совершенно особое единство. Когда мы вместе молимся, вместе причащаемся, это особое единение сердец. Как и предписано традицией, на престольный праздник был совершен крестный ход с водосвятным молебном, чтением священного писания и прославлением святого, в честь которого освящен храм. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. По завершении крестного шествия все его участники вернулись под своды храма, где протеерей Олег Безруких обратился к верующим с проповедью. Каждый священник, будь то просто молодой священник, будь то престарелый священник, будь то протеерей, маститы или архимадрит, он не сам от себя службу совершает, а по благословению владыки. Это особенно видно, когда совершаются архиерейские богослужения. Вы бывали неоднократно на архиерейских службах и видели, архиерей стоит посередине, по бокам от него в два ряда стоят священники, но каждое слово, каждое действие священники совершить намереваясь и спрашивают благословение у архиерея. Вот поэтому и сегодня в день памяти святителя Алексея Митрополита Московского, архиерея, который за всю русскую церковь, когда-то с пред Господом, и когда нужно было, благословлял священника служения, когда нужно было, запрещал, архиереев назначал, архиереев смещал, если они нарушали церковные заповеди. Часто большинство священников, служащих у нас, они архиереи наши благословлены, им рукоположены, он их является духовным отцом, это как же против своего отца подняться? Это же каким нужно быть, ну каким-то, я не знаю уж, новым хамом, чтобы против своего духовного отца выступать и его волю не слушать? Да не будет этого у нас. Будем мы все с вами, духовное чадо нашего правящего архиерея, нашей церкви православной, послушны ее канонам, ее правилам, будем любить Господа и выражать эту любовь к Господу и к Церкви, послушанием нашим всем церковным правилам. И тогда у нас жизнь будет нормальной, правильной, здравой и благодатной, чем всем вам желаю. Храни вас Господь. Покровительство святителя Алексея не ограничивается только стенами его храма или епархиального управления. Будем надеяться, что старец, входящий в собор липецких святых, не оставит своими молитвами и заступничеством и остальную часть Центра Черноземья. В среду 7 июня епископ Усманский Ефимий осветил новый храм в честь святых бессеребренников Космы и Дамиана в селе Девица Усманского района Липецкой области. Чин этого древнего священно действия заключается в установке, омовении и помазании Святого Престола, положении под него частичек святых мощей, положении на престол Святого Евангелия и Креста, богослужебной утвари, необходимой для совершения богослужений. После помазания стен церкви освященным маслом, который называется Миро, владыка Ефимий совершил литургию в сослужении духовенства епархии. Презресни весье Божий вижд, и посети виноград все тверди, Его же насади, десниса Твоя. Многие жители крупного села пришли с радостью и благоговением в новый красиво украшенный и увитый цветами храм, чтобы причаститься святых христовых тайн и соборно помолиться святым братьям Косме и Дамиану, ставшими покровителями их края. Мы очень рады, что свершилось у нас такое чудо, что у нас теперь храм по-настоящему освящен. Все мы очень рады этому событию, которое сегодня у нас произошло. Для нас это, конечно, очень большая радость. Мы теперь будем сюда ходить, просить Бога о всех наших несчастьях, заботах о наших. Если есть храм на селе, то, значит, люди должны быть добрее, должно быть все хорошо. Мы так молимся, очень часто мы ходим крестным ходом. Мы, вот сельская администрация и церковь, наш храм, мы очень дружно живем. Мы всегда помогаем, он нам, батюшка, помогает, и мы ему помогаем. Мы очень часто ходим крестным ходом по селу, именно просим Бога, чтобы у нас шли дожди, чтобы не было никаких бедств, чтобы не было воины. Мы так рады этому. Вы знаете, это не передать словами, но мы очень рады, все село очень радо. Я считаю, что мы по праву почитаем бессеребренника Асмадамиана своими небесными покровителями, потому что мы, земля русская, Бога приняли всем сердцем и душой. На Руси всегда славились бессеребренники, Христа радиеродивые. Всегда их старались люди не только почтить, пригласить в свой дом, пообщаться с ними. И когда, если кто заболевал у нас на Руси, то куда сперва шли? Сперва шли в церковь. Шли для очищения сперва души от своих грехов и пороков, а потом уже начинали врачевать тело. Если Господь не врачевал тело, то говорили такие хорошие слова. Слава Богу, что я живу, что я могу Бога славить. Главное, что сердце мое стучит, оно дышит, и оно может с Богом общаться. И вот именно в этом познавалась наша любовь к Богу и любовь именно к таким святым, как бессеребренники. А бессеребренники основы Дамиана, они же врачи, и мы всегда хотели быть еще здоровыми не только душой, но и быть здоровым телом. Всегда обращались к ним за помощью. Во время освящения храма священнослужители и прихожане молятся, чтобы Господь утвердил храм до скончания века, чтобы никакие житейские волнения не поколебали его, и храм наполнился благодатью Святого Духа. Будем надеяться, что эта благодать укрепит всех, кто приходит в этот храм на общую церковную молитву. В воскресенье церковь счит память святителя Луки Исповедника, архиепископа Симферопольского. Об этом и других церковных праздниках следующей недели вы узнаете из рубрики «Православный календарь». 11 июня – день памяти святителя Луки Исповедника, архиепископа Симферопольского. По окончанию университета будущий святитель занимался медицинской практикой и научными исследованиями. В 1923 году отец Валентин, воин Есенецкий, принял монашеский постриг с именем Лука и был рукоположенного епископа, после чего за исповедание православной веры прошел тернистый путь лагерей, нигде не оставляя хирургической практики. С 1946 по 1961 год архиепископ Лука был правящим архиереем Крымской епархии. Скончался при освящении Шилладыка 11 июня 1961 года, в День всех святых в земле российской просиявших. Понедельник 12 июня – начало Петрова поста. Он готовит верующих ко дню памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла и установлен в память о посте самих апостолов, которые готовили себя к евангельской проповеди. 14 июня церковь вспоминает праведного Иоанна Кронштадтского. После завершения духовного образования в 1855 году он стал священником Андреевского собора в Кронштадте близ Санкт-Петербурга. Множество чудес совершалось по молитвам благодатного пастыря, стяжавшего особую силу молитвы праведной жизнью и духовными подвигами. Отец Иоанн скончался в 1908 году и был похоронен в основанном им Иоанновском монастыре на Карповке в Санкт-Петербурге. Прославление его в лике святых совершилось на Поместном соборе в 1990 году. 16 июня чествуется память преподобного Варлаама Хутенского. В юношеском возрасте он принял постриг и поселился в глухом месте Хутонь, где позже основал обитель. В уединении преподобный проводил суровую аскетическую жизнь, совершая непрестанные молитвы и соблюдая очень строгий пост. Еще при жизни этот угодник Божий стяжал дар прозорливости и чудотворения. В рубрике «Тебе поем» смотрите музыкальный клип «Дорогу и добра» в исполнении воспитанников Воскресной школы храма Серафима Саровского города Липецка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В России у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем, светом, хоть этот путь неведом, иди, мой друг, всегда, иди дорогою добра. Иди за солнцем, светом, хоть этот путь неведом, иди, мой друг, всегда, иди дорогою добра. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Забудь свои заботы, падения и взлеты, и мы, когда судьба себя ведете, как сестра. Но если с другом худо, не уповай на чудо, стеши к нему всегда, иди дорогою добра. Но если с другом худо, не уповай на чудо, стеши к нему всегда, иди дорогою добра. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ах, сколько будет разным сомнений и согласных, не забывай, что это жизнь и детская игра. Ты прожгами и согласны, пусть мой закон не гласный, иди, мой друг, всегда, иди дорогою добра. Ах, сколько не соблазны, пусть мой закон не гласный, иди, мой друг, всегда, иди дорогою добра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом, иди, мой друг, всегда, иди дорогою добра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди, дорога и гора. Мы завершаем наш выпуск словами священномученика Киприана Карфагенского. Желая пребывать вовеки, мы должны творить волю Бога, который вечен. Ангела вам, Хранителя!